Большие дискуссии. Мы в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья. Рада приветствовать вас на очередном цикле наших лекций «Доброе слово. Духовно-нравственное воспитание». На острые вопросы, уже традиционно связанные с этикой и моралью, отвечает кандидат философских наук, доцент, протеерей Игорь Акхенов. Здравствуйте, отец Игорь. Опять же, благодарим вас за поддержку нашей инициативы. Думаю, что наши разговоры очень интересны, действительно, на животрепещущие темы, которые интересуют молодежь. Сегодняшняя тема нашей беседы – мировоззренческая неопределенность как проблема духовно-нравственного воспитания. Тема, как всегда, непростая, но я думаю, попробуем разобраться с этой темой вместе. Также напоминаю, дорогие друзья, что вы можете комментировать нашу беседу, и все вопросы я смогу приадресовать отцу Игору, и в дальнейшем вы получите ответы. К слову, напоминаю, что проект «Убросло» ориентирован на молодое поколение, на его интересы и проблемы, поэтому ваше участие важно для нас. Реализуется этот проект при поддержке Русского дома на Кипре. И сегодня мы обсудим тему, которую я уже выше упомянула. Отец Игорь, вот читая статью «Мировоззренческая неопределенность как проблема духовно-нравственного воспитания», я обратила внимание на то, что вы подчеркиваете такой достаточно интересный момент консенсуса, что есть духовно-нравственное воспитание в светском научном и педагогическом сообществе не существует. Как такому мнению прийти в том случае? Прежде всего я хочу вас всех приветствовать и приветствовать вас с обычным приветствием во время Великого Поста. Мы с Татой Дугой поздравляем с постом приятным. А почему приятным? Казалось бы, люди воздерживаются от определенного рода еды. Некоторые на себя накладывают какие-то еще большие ограничения, коленопреклонения. А при этом все говорят, что с постом приятным. Одно дело, когда мы испытываем какие-то удовольствия, либо наоборот трудности, связанные с нашей телесной жизнедеятельностью, а другое дело, когда это касается нашей души. И вот то, что мы для себя ассоциируем со словом «приятно», это относится не только к нашей телесной жизни, но и к нашей жизни духовной, к нашему состоянию внутреннего нашего мира. И, конечно, когда мы утесняем свою плоть, то мы имеем плод в своем духе. И пост, он, казалось бы, определенным образом нашу плоть стесняет, одновременно дает нам определенные ощущения и радости, и легкости, но это ощущение духовное. Поэтому приветствие такое с постом приятным. Я вас всех приветствую с постом приятным. Надеюсь, что вы на Китле все обязательно соблюдаете великопостные ограничения, потому что ведь каноны православной церкви, которые являются у нас всех общими, это каноны, которые определены вселенскими соборами и соборами, которые приняты всей полнотой православной церкви вселенской, они говорят о том, что всем, не исключая и духовенства, и мирян, всем необходимо соблюдать Великий пост. О других постах так не говорится, а о Великом посте вот даются такие очень строгие указания. Причем сказано, что если епископ или священник или диакон не будет поститься, то изверженность сана будет. А если мирянин не будет поститься, то лучше она церкви будет. И я еще раз повторяю, это общее для всей православной церкви определение, тех, которые стояли в начале пути развития православия во всем мире. Почему такие строгие ограничения? Потому что наша жизнь, она, в общем-то, во многом зависит не от кого иного, а именно от нас. Вот мы все сейчас говорим о кризисе. Вот на самом деле сколько кризисов? У нас экологический кризис, у нас кризис экономический, у нас кризис политический, у нас кризис и одновременно здравоохранения, у нас кризис и вообще нашего здоровья и так далее. А вообще на самом деле все это является следствием кризиса духовно-нравственного. Потому что именно от того, в каком мы духовно-нравственном состоянии находимся, в общем-то, мы так и живем. А что такое сама по себе экономика? Это отношения между людьми и ничего больше. И в каком духовно-нравственном состоянии будут находиться люди, таковы будут отношения между ними в области экономической деятельности. И если эту деятельность мы характеризуем как кризис, то значит, соответственно, это следствие духовно-нравственного кризиса. Точно так же, что и политика. Понимаете, ну, видите, ее же, так сказать, делают люди. Это отношения между людьми и ничего больше. И в каком духовно-нравственном состоянии будут находиться люди, таковы будут политические отношения. И опять же, от чего не зависит, от их духовно-нравственного состояния. Поэтому и политическая кризиса – это всегда кризис духовно-нравственный. И никакой иной. Так же, если посмотреть на экологический кризис. Но почему мы так позитивно ведемся по отношению к окружающему миру? Потому что мы испытываем сами, прежде всего, духовно-нравственный кризис. Потому что у нас проблемы именно духовного характера. И пост – это время, когда мы все свое внимание акцентируем не на нашей телесной жизни, не на наших внешних потребностях. О том, чтобы нам очень хорошо питаться, или очень хорошо жить, или иметь власть, почет, уважение, чтобы к нам относились с таким пиететом, почтением и так далее. А прежде всего мы обращаем внимание на нашу внутреннюю духовную жизнь. И, конечно, почему отцы так очень строго отнеслись к Великопостному воздержанию. Я сейчас повторяю, что такие определения относятся только к Великому посту. Вегенпостам никаких определений такого рода нет. По той простой причине, что если люди не будут обращать внимание на свою духовную жизнь, не будут исправлять свое духовное наполнение, не будут стремиться достигать высоты духовной, то вся их и нравственная, и внешняя жизнь, она будет, в общем-то, злой. Потому что ведь зло, оно, понимаете, к нам не с массы прилетает. Зло исходит, как сказал Господь, вот из наших сердец. Он говорит, внутрь, из сердца человеческого исходит и злые помыслы, и прелюбодеяния, и хищничество, и вот раздражительность, и обиды. Все это из сердца человеческого исходит, из его внутреннего духовного состояния. И если мы не будем следить за своим духовным состоянием, то и вся наша внешняя деятельность, она будет, конечно, так сказать, зависеть от этого и будет, в общем-то, сказываться негативно на жизни всего общества. Потому что в каком духовно-нравственном состоянии мы находимся, таковы отношения между нами. Вот даже с соседями по дому, с соседями по лестничной площадке, с друзьями в школе. Все от этого зависит. Поэтому церковь уделяет такое внимание не столько внешнему проявлению, сколько именно внутреннему состоянию человека. И вот вы как раз сказали, вот обратили внимание на то, что в статье, которую я предложил для ознакомления перед нашим сегодняшним эфиром, я делаю акцент именно на духовно-нравственном воспитании и о той проблеме, которую мы видим. Ну, например, в России я не очень представляю, какие проблемы есть на Кипре, хотя эта страна такая же православная, как и Россия. У нас, знаете, по опросам, больше 70, почти 80% населения называют себя православными. А однако, так сказать, вы знаете, бывает так, если смотреть на внешние проявления жизни, то не очень видят, что они во всем православные, понимаете. Вот на Кипре, наверное, может быть, более, так сказать, православие глубже проникло во все стороны жизни. Не знаю, но тоже, конечно, испытываю определенные здесь и сомнения. Так вот, дело все в том, что когда мы говорим о духовно-нравственном воспитании, то мы с Игорь заметили, конечно, мы, в первую очередь, открываем на школу. Потому что сегодня в основном воспитанием, конечно, занимается школа, потому что работают не только мужья, но и жены. И, соответственно, детей отдают и в детские сады, отдают и в школы. И более того, даже тот уровень образования, который могут дома дать родителям, конечно, не обязательно будет столь качественным, как тот уровень образования, который дети могут получить в общеобразовательных школах. И в школах, конечно, происходит не только передача суммы знаний детям, но в школе, прежде всего, происходит и становление детей как личности. А все это связано именно с духовно-нравственным воспитанием. То есть даже если нет каких-то определенных программ духовно-нравственного воспитания, все равно в любом случае в школе дети формируют свой духовно-нравственный облик. И от школы очень многое зависит. И вот, в частности, у нас в нулевых годах в России обратили внимание на эту проблему духовно-нравственного воспитания. И была такая даже разработана концепция, точнее, правильно сказать, проект концепции духовно-нравственного развития воспитания личности гражданина России в сфере общего образования. И в нем духовно-нравственное воспитание было заявлено на одну из ключевых задач современной государственной политики Российской Федерации. Но и одновременно с этим, я думаю, что не только у нас, но и на Кипре, и в других странах консенсуса в том, что есть духовно-нравственное воспитание в светском, научном, педагогическом сообществе не существует. Почему? Потому что духовность – это термин, который заимствован из сферы религиозной жизни. А школа у нас светская. И если в религиозной жизни, в религиозной практике, когда говорят о духовности, всем понятно, о чем они говорят. Но как можно в светской жизни, которая, в общем-то, утверждает примат тела, примат материализма, примат, так сказать, всего вещественного и вещественных потребностей человека, и, в общем-то, во многом ставить под сомнение религиозность и существование Бога, да, и, соответственно, духовность тоже получается под каким-то вопросом, то, конечно, употребление слова «духовность» в нерелигиозном смысле приводит к очень большим сложностям концептуализации этого одного из первичных пониманий Бога и человека понятия. С одной стороны, мы понимаем, что есть духовность, понимаете, когда говорим о ней. Мы вот, если… У вас есть начальник у Диана Андреевна? Ну, вот, или, допустим, по работе, да? Вот, ну, если вам скажут, начальник сегодня не в духе, не ходить не лучше, вы поймете, о чем идет речь? Ну, конечно. Люму все поймут. Да, все вы. А вот вы объясните, а что такое духовность? Вы понимаете, о чем сидел? Видите, какая проблема, да, возникает? Вот, то есть, вроде бы, мы все понимаем, да, что духовность – это реальность. Реальность причем в нашей жизни. А вот концептуализировать ее вне религиозных смыслов очень сложно. И по этой причине под духовно-нравственным воспитанием чаще всего понимается нравственное воспитание, где, словом, духовность лишь подчеркивает его позитивная значимость. При этом совершенно упускается из вида, что духовное в первичном религиозном понимании этого термина – это не просто высшее и идеальное в человеке. И, соответственно, духовность – это не просто набор лучших качеств человека. А духовность – это прежде всего быть именно реальностью. Дух, как и истина, отвечает не на вопрос «что», а на вопрос «кто». Бог есть Дух, как остался Господь, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Но прежде всего, где у нас проявляется наша духовная жизнь? Это наш внутренний мир. У каждого из нас есть тот внутренний духовный мир, другим невидимый, но зачастую он проявляется и совне. Вот когда я вам привел пример, это когда вам говорят, что начальник не в Духе. То есть, понимаете, начальник уже не может сдерживать свой внутренний духовный мир, свое внутреннее духовное состояние, оно проявляется наружу. Так что уже другие заметили, говорят, лучше к нему сегодня не ходи, он не в Духе. Понимаете? И здесь следует заметить, что мы видим, вот из этих слов Господа, что Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине, мы видим, что не только Бог есть Дух. Дух присущ нашей человеческой природе. Поэтому христианская антропология, в отличие от светской, совершенно определенно различает в человеке и духовную, и телесную природу, определяя ее как двусоставную, в отличие от природы ангелов. При этом в самой духовной природе человека христианская антропология различает душевное и духовное в собственном смысле этого слова. И когда мы исключаем духовность из нашей жизни, из понимания человека в этом мире, то многие проявления нашей жизни становятся вообще непонятными. например, вот, ну, сама по себе духовность присуща вообще любому человеку. При этом, например, в медицине мы говорим о влиянии психосоматических факторов на телесное здоровье. А что такое психосоматические факторы? Это душевные, это душевно-телесные факторы. Это проявление, допустим, нашего, вот, духовного мира на нашу телесность. И это иначе не может происходить. Почему? Потому что мы единое бытие духовно-телесное. Мы не дух в телесном мешке, а мы единство духовно-телесной природы. И если нас, допустим, обидели, казалось бы, ну, каким образом касается твоей телесности, да? А человек заболевает. А у человека возник, допустим, стресс. Умер близкий человек. Или, допустим, у него очень серьезные неприятности по работе. Или он не может никак найти возможность себя реализовать. У него могут начинаться очень серьезные соматические, то есть телесные заболевания. А ведь никаких причин вещественных для него нет. Это просто, так сказать, его внутренние переживания. Это реалии его духовно-душевных, так сказать, переживаний, его внутреннего мира. И, однако, влияние очень серьезное. Более того, многие люди, они, как бы, гораздо тяжелее переживают не какие-то, скажем, сложности с качественным питанием, допустим, да, или с каким-то, ну, там, комфортом проживания, сколько тяжело переживают именно какие-то обиды, какие-то переживания, связанные с их душой, с их окружением, обобщением и так далее. И здесь мы видим, что есть люди очень небогатые, очень бедные, казалось бы. И при этом вот улыбка с их лица не сходит. Трудится, понимаете, тяжело на улице где-то, вот ни комфорта, ничего, да. А вот постоянно пребывать в добром расположении духа, так радостно. То есть их дух, видите, он как бы радостен, он как бы здоров. А бывают люди, которые, казалось бы, обладают там миллионами, может, миллиардами, все в заботах, глаза, так сказать, прямо не смотрят, все во всем переживают. У них там и инфаркты, у них там и онкология, чего там только нету. Лица, несчастные, понимающие все дело, казалось бы, да. А о чем им переживать-то, когда, в общем-то, кругом они, так сказать, все стяжали, у них всего, так сказать, в избытке, а чего же, так сказать, они не испытывают радости. Вот, поэтому, когда мы говорим о духовном мире, мы прежде всего должны сказать, что духовность – это та реальность, которая присуща каждому человеку. Нет человека без духовного мира, без внутреннего мира. У любого человека есть внутренний духовный мир. Но в силу того, что, как мы уже сказали, Бог есть дух, и поклоняющему должны поклоняться в духе истине, мы должны заметить, что наполнение этого духовного мира может быть не только божественным, но и демоническим. Духовность амбивалентна. Понимаете, в чем все дело? Вот надо заметить, что сама по себе духовность, она же бывает очень негативная. Ну, в частности, допустим, вот, например, каннибализм. Вот еще недавно распространен, у нас три отдельных племен внутренней Африки, джунгли, там, допустим, Южной Азии, Южной Америки, он же имел ритуально-духовный характер. Если ты съедаешь сердце врага, то ты получаешь, так сказать, вот его там силу, его храбрость и так далее. Понимаете? Но в африканских племенах, мне кажется, до сих пор… Ну, я не думаю, сейчас все-таки уже гораздо более, так сказать, в этом смысле цивилизованные, так сказать, времена, вот, можно так сказать. Но если ближе взять, то, пожалуйста… Да, а сегодня, допустим, религиозный исламский экстремизм. Что это? Это же духовность. Духовность. Но она имеет, видите, какую негативную окраску, имеет, во-первых, она все, так сказать, ну, имеет неприязнь, ненависть к себе, к самым основаниям, к другим, и приносит другим очень много сложностей и ограничений. Вообще, мы должны сказать, что духовность – это область, в которой человек сталкивается как и с реальностью Бога, так и с реальностью демонической. И от человека зависит, какую, грубо говоря, сторону он примет. И здесь зачастую происходит выбор человека неосознанный. И вопросы духовности, они очень существенны. Совсем не все равно, в как и кого веровать. А любой человек, он всегда поступает по вере. Ну, вот я вам простой вопрос задам. Диана Андреевна, если бы вы не верили, что сегодня, выйдя из дома, вы придете в эту студию, вы бы вышли из дома? Нет. Мы сейчас же все у нас на удаленке, все в локдауне, да. Ну, я понимаю, о чем идет речь. То есть мы всегда верим, понимаете? То есть мы все, что мы делаем, мы ожидаем, мы верим, что получим какой-то результат. Точно так же вот эта наша вера, она присоединяется в самые глубины нашего предпочтения в этой жизни. Вот какие ценности для нас являются важными, какие неважными, какие второстепенными. Вот я уже, наверное, приводил вам слова основоположника философской антропологии Макса Шеллера, который сказал, говорит, скажи мне, орда аморис, человек, я скажу, кто он. Орда аморис, переводится в латыни, значит, порядок любви. То есть что у человека стоит на первом месте, что на втором, что на третьем, понимаете? И, соответственно, это во многом определит, так сказать, деятельность этого человека. Поэтому заметьте, как Господь какую главную заповедь дал, когда его спросили фарисеи о наибольшей заповеди, точнее, книжники о наибольшей заповеди. Помните? Он сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим, всею крепостью твоей. И второй, говорит, подобный из заповеди, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Почему? Не потому, что Бог нуждается в том, чтобы мы его любили. Бог абсолютно самодостаточное бытие. Бог троится. Ему есть кого любить. Отец любит сына и Духа Святаго. Сын любит отца и Духа Святаго. Дух Святой любит отца и сына. Это отношение, реальное отношение любви между тремя реальными личностями, единой божественной природы. Но эта заповедь дана для того, чтобы мы в самой глубине своего бытия, в сердце, в душе, в разумении, понимаете, да, мы были всегда устремлены к Богу. То есть имели Его целью. То есть вот этой иерархии ценностей, в этом морде о морисе, по слову Макса Шеллева, на первом месте, чтобы у нас стоял Бог. Понимаете? И тогда, как вот есть хорошие поговорки, если Бог на первом месте, то все остальное будет на своем месте. Понимаете? Если же, допустим, у нас на первом месте не Бог, а, скажем, на первом месте, мы очень хотим власти. Ну, хотим и все. Ведь вся наша деятельность, она будет именно для достижения этой власти. И по отношению к другим, даже при том, что мы можем очень им приветливо улыбаться, у нас внутри будут совсем другие мысли о них. Мы хотим достигнуть власти над другими. И вся наша жизнь будет подчинена этому. Или, допустим, мы хотим богатства. Опять вся наша жизнь будет подчинена этому. Или, допустим, мы хотим, чтобы наши дети были счастливы. Здесь важно, а что понимать под счастьем детей? Понимаете? Вот тоже опять же наша жизнь будет подчинена этому. И таким образом духовность зависит от цели нашей жизни по многому. Если цель нашей жизни достигнуть Бога или связана с Богом, помочь другим, допустим, участвовать в каких-то волонтерских программах, оказывать заботу ближним, то, что связано с Богом, то, соответственно, и вся иерархия ценностей будет соответствующей. Но у нас могут быть цели, которые связаны с демоническими ценностями. И даже если мы не верим в бесов, понимающих все дело, и не поклоняемся демонам и сатане, то в силу того, что цели нашей жизни демонические, мы все равно с ними соединяемся, и наша духовность будет принимать демонические характеристики. Понимаете о чем речь, да? То есть, получается, извините, перебью вас, человек сам определяет, что ли это духовность? Конечно. То есть, что она амбивалентна, она может быть как две стороны медали. Это одно из главных проявлений образа Божия в человеке, в том, что человек свободен. И свободен именно перед лицом добра и зла. Человек свободен и перед самим Творцом. Он свободен даже по отношению к Богу. Что проявилось в чем? В том, что человек отверг Бога. Точно так же, как и ангелы, часть ангелов, третьи ангелов, также отвергли Бога. То есть, они также сотворены свободными. Понимаете? Это образ Божий у нас. И одновременно с этой свободой, конечно, свобода всегда сопряжена и с ответственностью. Потому что, делая какой-то выбор, следствие этого выбора касается нас. Вот мы Бога отвергаем, отвергаем жизнь по Его заповедям. В результате у нас возникает духовно-нравственный кризис, который проявляется в экологическом, политическом, экономическом и прочих кризисах. Понимаете логику, да? Взаимосвязано все. Что же такое нравственность с религиозной точки зрения? Как она соотносится с духовностью? Духовность и нравственность соотносятся друг с другом, как невидимый под поверхностью земли фундамент дома и всем видимые стены, утвержденные на этом фундаменте. Или, проще говоря, как конституирующая нравственность причины и само нравственное поведение человека. То есть человек, например, если говорить, если его целью жизни является получением максимальной власти, он поступает очень нравственно. Он, допустим, жертвует на детский дом огромную сумму денег, какой-нибудь миллион евро. Но при этом маленькая оговорка. Все это происходит перед объективами телекамер, и все это происходит накануне выборов. Понимаете, да? То есть совне человек поступает очень нравственно, безупречно. Но целью-то его, вот этого поступка, нравственно-безупречно, является, в общем-то, достижение власти. Корыстные цели. То есть в наш внутренний мир, он, казалось бы, не видим никому. Никто не знает, какими вот мы ценностями ориентируемся в нашем внешнем поведении, которое в глазах других может выглядеть и нравственным, и безнравственным. Но долго это внутреннее наше содержание скрываться от других не может. Рано или поздно все понимают, да он нас не любит, он просто нас использует. Понимаете, что все дела, да? Или, ага, ему кроме денег ничего не надо. Или еще что-то, понимаете, да? То есть мы со временем понимаем, что движет этим человеком. То есть какова его духовность. Но именно духовность определяет и внешнее поведение. Понимаете, да? Поэтому духовность является фундаментом нравственности, да? То есть духовность – это не ответ на вопрос, что есть хорошо и что есть плохо. На этот вопрос отвечает нравственность. А духовность – это ответ на вопрос, почему это хорошо и почему это плохо. То есть духовность определяет ту или иную систему нравственности. И поэтому нравственное воспитание, которое неизбежно каждый человек получает во время своего школьного образования, вот это нравственного воспитания в отношении духовно-нравственного выступает фактическим механизмом средства практической реализации определенного мировоззрения. Понимаете, то есть нравственность, она обуславливает сферу практических поступков, а духовность обуславливает их исходный смысл, мотивацию. Поэтому, когда мы говорим о духовно-нравственном воспитании в школе, я не знаю, как у вас на Кипре, так сказать, вот, да, но вот как вот у нас, да, в России, то, конечно, возникает огромный вопрос, а как возможно духовно-нравственное воспитание в условиях мировоззренческой неопределенности? Понимаете логику, да? И в этой ситуации, в секулярном, безрелигиозном обществе, то есть светском обществе, да, ее разрешить практически невозможно. Потому что любая нравственность, любая нравственная система, она должна иметь духовный фундамент, понимаете, да, это мировоззренческий фундамент, в котором, ну, как бы, дается первичное понимание, почему вот так плохо, а так будет правильно и хорошо. И вот я на примере приведу, я думаю, что с этой проблемой, вот не только мы сейчас сталкиваемся, с этой проблемой европейские страны давно уже столкнулись, и давно они уже здесь все, грубо говоря, так сказать, все эти позиции уже сдали и отступили. Вот, это же очевидно по тому, ну, как бы, по тем внешним, так сказать, формам, вот, скажем, коррекции нравственного поведения, которое происходит сейчас вот во многих европейских странах. Вот, например, у нас в этом вопросе, когда принимал, разобрался проект, вот концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России в сфере общего образования, то традиционными источниками нравственности, то есть, понимаете, да, то есть то, что называется духовность, да, мировоззрение, вот источниками нравственности были названы, что Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Все очень хорошее, понимаете, все, в целом все очень позитивно, не поспоришь, но разве они могут быть источником нравственности? Ну, вот, наука, да, названа, в частности, современные биомедицинские технологии, связанные с уничтожением эмбрионов, суррогатным материнством, фетальной терапией, косметологических целей, понимаете, вот, разве вся вот эта наука может быть источником нравственности, понимаете, да? Или, например, современное искусство, искусство тоже названо источником нравственности, да? Например, искусство абстрактного экспрессионизма, ну как оно может быть источником нравственности? Знаете, может быть, источником нравственности мы найдем в фумизме общества гидропатов конца девятнадцатого века понимаете то есть ну или допустим что на фильмах тарантино нас у нам нам детей учить нравственности понимаете искусство тоже не может быть источником понимаете нравственности другим источником нравственности авторы вот концепции называют природу в частности эволюцию простите меня на эволюция она говорит о борьбе видов за существование вот приспособление к изменяющей среди обитания о борьбе за выживание какой нравственности может научить человека который различных религиозных систем уже призван к высшим проявлением нравственности любви и даже как христианство любви к своим врагам как вообще природа в которой все процессы детерминированы и нет места личной свободе может быть источником нравственности мы разве подвергаем на раз на оценке действия животных понимаете чем речь помните я говорил да что мы живут кота которая приморском крае а там залез витрину кусил деликатесов на 60 тысяч рублей моего под суд не отдаем потому что он живет инстинктами то есть это детерминированное бытие и как его можно судить но он не отвечает свои поступки а если бы бомж залез в эту витрину эти деликатесы поел там ну конечно судили ну то что бы я голоден был да ну ты же свободен иди попроси него станет иди за работой да видите когда то есть человек свободен и поэтому можно начать в его поведение нравственно и безнравственно а в природе а какой нравственности может вообще идти речь нравственность присуща только тем то свободен по отношению собственной природе а если ты детерминирован собственной природы а как можно сказать что твой поступок нравственен или безнравственен мы мы животные за поступки не судим понимаете да или например вот при этом одновременно религия как традиционный источник нравственности вот в этом при эти концепции она вообще поставлена почти на последнее место после искусства и науки а на первый месяц среди традиционных источников нравственность названа россии многонациональный народ российской федерации гражданское общество семья но разве сам все государства или народ или общество или семья могут быть источником нравственности надо замечать и то и другое третье является носителями определенных мировоззренческих традиций учений которые существуют не только в сознании сторонников но и как целостные феномена культуры понимаете в этом смысле мировоззрение от объективно существующие феномены культуры и каждое мировоззрение предполагает наличие целостной эротически выстроены логически непротиворечивой картины мира и соответствующие системы отношения человека ко всем объектам и явлениям действительности другим людям то есть система морали и нравственных норм и разве можем сказать что допустим российское государство или многонациональный народ российской федерации гражданское общество или российская семья сформировали православное мировоззрение понимаете чем же наоборот мы говорим что российская государственность и многонациональный народ россии гражданское общество и традиционная российская семья сформированы православной христианской верой источником и основанием которые являются непеременчивые дела рук человеческих а трипостасный бог явившийся в воплощении народного сына божия и сошествие святого духа на церковное собрание у последователей день святой десятницы таким образом мы видим понимаете что а вот секулярным мировоззрение которое является материалистическим нету возможности объяснить а саму по себе нравственность и дать ей какой-то твердый фундамент отвергая бога отвергая абсолютное бытие мы тем самым из основание всей своей жизни как бы убирает саму все духовность как реальность и пытаемся объяснить духовность а ведь мировоззрение это тоже как каком-то смысле духовность понимаете да мы пытаемся объяснить через существующие нравственные феномены они-то являются следствием духовности эти феномены является следствием принятия плену мировоззрения понятно да поэтому в условиях мировоззренческой неопределенности ни о каком духовно-нравственном воспитании речи в общем-то быть не может мы попадаем в ловушку нравственного релятивизма когда все нравственные нормы становятся относительными это мы очень ярко видим на примере прежде всего европы понимаете когда казалось бы христианском мире те ценности которые были абсолютны которые ну исходили из источника всей этой нравственности которая являлась так сказать христианство то есть а религия откровения о боге который принес воплотившийся единородный сын божий иисус христос это было и основанием все на духовной жизни дух как я хочу сказать это реальность который отвечает на вопрос ничто а кто потому что сами по себе мировоззрения они же внутри в нашем сердце не должны иметь определенную а как бы а что ли основательность определенное подтверждение вот сама по себе вера в господа иисуса христа скажите это разве плод размышления человека вот человек сидит разбирается нам на по каким-то древнейшим таскать источник была ли такая историческая личность иисус христос или не было воскрес он или не воскрес и он сталки с огромным количеством исторических свидетельств которые говорят о том что да была такая историческая личность да он действительно распис но не меньше других будет источник нет это таскать а был таскать допустим на обманщик скажем дата с точки зрения вот ветхозаветную иудаизма да и так далее да или допустим что нет ты скажешь вообще такой не было исторической личности это был другой но вот такой-то деятель исторический и на никому воскресенье речи быть не может как ты можешь в этом разобраться то есть мы верим в бога приходим к вере в бога не умом а вера в бога это да нашему духу мы внутри себя в своем внутреннем мире опознаем бога и мы внутри себя получаем подтверждение его реального бытия поэтому мы сталкиваемся с таким феноменом когда одни люди независимо от их социального положения от их образования а уже и академическим высшим да а может очень простым образовать одни горит точно бог есть и его единородный сын божий господь иисус воплотился да и вот а другие говорится что я не вижу нигде бога ну я ну а чем вы говорите я не чувствую его я не вы вы так сказать безумствуете вы говорите о нереальном понимаете вот по этой причине владимир николаевич лосский такой известный богослов 20 века один из пожалуй самых таких значимых и ярких вот он очень правильно сказал что вера это неуверенность бога понимаете да что бог есть вера это антологическая связь с богом то есть себя по бытию связь внутренне объективная вот если у тебя есть это связь с богом понимаете да то тебе не нужно доказывать что бог есть ты имеешь подтверждение в самом себе а если этой связи в тебе нету то сколько тебе не доказываешь то бог есть ты не можешь верить понимаете один будет говорить сушно сынок бог везде вот он в твоей судьбе уже тебя садись разумляя здесь наказать каждый ты этого не видишь вот не вижу это ты говори что-то выдумываешь я вот у меня пребываю в реальном мире а ты выдумался какой-то религиозный нереальный мир но для человека верующего это абсолютная реальность и более то подтвержденное на факте самой жизни понимаете да потому что бог действительно в действует в жизни судьбе любого человека и без воли божьей не происходит ничто в этом мире как и господь сказал нигде мало для малой птицы продается за один ассарий мелкую монету и ни одна из них не упадет на землю без воли отца небесного понимаете поэтому здесь нам надо понимать что вот эта проблема духовно-нравственного воспитания она конечно проистекает прежде всего из того мы допускаем бога в нашу жизнь во всех ее аспектах проявления то есть допускаем бога в образование допускаем ли мы бога допустим нашу политическую жизнь допускаем ли мы бога а значит в нашу экономическую жизнь так далее а что допускаем мы выстраиваем наши отношения в соответствии с его заповедями или нет многие мне скажут на сквозь кстати мы должны вообще эти отношения выстраивать в соответствии с божьими заповедями сквозь кстати очень должны эти заповеди выполнять это чем мысль и вот так сказать там а сказал 10 заповеди искать ее на причем здесь бог вообще и так далее но мы должны понимать что заповеди божие это не произвол божий заповеди божие это следствие от того что весь мир сотворен богом и может быть действовать иначе как через приобщение к тому кто его сотворил весь мир не имеет своей антологической основы то есть бытийный он в отличие от бога не самобытие понимаете и по учению христианство весь мир сотворен из ничего и это опять же это учение она очень логично потому что если мы допустим что помимо бога существуют какие-то другие реальности скажем вечно существующая материя мы не можем говорить о боге как об абсолютно бытие потому что абсолютное бытие подразумевает и абсолютную свободу абсолютная свобода невозможно если помимо тебя существует вечно материя даже если находится в хаотическом состоянии но что это вечно существующая материя она будет обусловливать твою бытие и тем самым ограничивать твою свободу понимаете чем речь да то есть а по учению церкви бог творит мир из ничего и поэтому у мира нету собственно антологическая основа если мир хочет быть истовывать он должен пребывать в пределах бытия богом а бог наш три ипостаси что четыре ипостаси это реальные три личности которые пребывают в отношениях любви так что мы говорим не о трех богах а о боге едином можем ли мы говорить о боге единым если допустим между лицами пресвятой троицы а будет например соперничество мы говорим о том что они любят друг друга более того мы говорим ведь о том что сын проявляет а свою любовь к отцу кенотическим образом не как я хочу говорит он отцу но как ты понимаете да будет воля твоя а не моя и вот здесь она мы видим источник и самой по себе системы заповеди сами все заповеди божии это не произвол а они указывают на те пределы для нашего духа которых мы можем пребывать в боге потому что наш дух человеческий он будучи свободным он не имеет никакого предела вот вы же духа можете куда угодно унестись вы понимаете любой человек он может например вот тут на на эти ли прийти в храм вроде бы на молитву а дух его может унестись туда о чем даже стыдно сказать он не имеет придет свобода она либо свобода ли и сами кита приела она уже не свобода и для того чтобы нам пребывать в боге а вне его нет ни жизни идея и даже самой реальности мы должны пребывать пределах его таскать и нуглой бытистывания и все то что наш дух он абсолютно свободен нам даются пределы пределы какие заповеди эти заповеди они как раз указывают на что на то где бог пребывает и господь прежде указывает на что что на вот я господь бог твой да не будет у тебя других богов под лицем моим почему но потому что если человек богом для себя допустим на делает а ну я не знаю так сказать там богатство да он служит мамоне для него бог это мамон но разве мамона может дать стиму жизнь и бытие понимаете это то делает для себя бог например жену или мужа на особенно перед влюбленности разве муж или жена могут дать тебе жизнь многие делают богом для себя детей своих базе они могут дать жизнь и тебе и твоим собственным детям понимаете о чем речь да поэтому ребят господь такие слова которые многие могут ну вызывать это недоумение господь то любит отца мать жену детей более меня тут не достой меня почему потому что любовь это интенсия если твоя интенсия то есть этого цель твоей на жизни твоей личности твоего духа понимаете да твоего сердца если цель не в боге тут и промахи мимо жизни и бытия а промах помните он говорил на греческом языке а мартам или марте перевозка грех грех это промах мимо жизни и бытия которые нету вне бога потому что мы сотворены из ничего у нас нету собственного от логического фундамента бог нас сотворил для того чтобы мы участвовали в его жизни в его бытии и дал нам свой образ чтобы мы могли участвовать его жизни и его бытии во всей полноте цель жизни христианской это участие нашими тварными личностями быть и трех нетварных божественных личностей больше бог нам дать не может понимаете но нам и не может дать иной жизни потому что жизнь это свойство его природы если мы отвергаем его если мы отвергаем его как личность мы вместе с тем отвергаем и его природы отвергаем и жизнь и бытие понимаете логику да это все очень легко понять если приложить к нашим отношениям с детям с детьми вот дети пока мало и она эти и же жизнь в огромной степени зависит от нас а вот они начинают взрослеть и начинают как бы еще не имея собственной опоры в жизни не имея не работы не имея на каких-то допустим так сказать работа но устоявшихся а представление о жизни они играет вот мы хотим поступать как мы хотим мы хотим быть свободными все родители таскать до свидания вот и мы вот сами таскать и будем себе таскать хозяевами и очень часто терпят очень большие таскать и сложности по жизни почему потому что во первых родители детей любят и все им дают по этой любви они думают что и другие будут им также давайте также их любить а другие будут их использовать понимаете и на более того когда на дети отвергают родителей и думать что они что-то больше понимают в этой жизни то они конечно глубоко заблуждаются потому что опыт жизни книжками не заменишь и любой ребенок если он подумает насколько он больше знает достигая 16 лет чем он знал когда ему было 10 лет и приложит это к знаниям которые имеют его родители которые старшего где-то лет на 20 а может быть и 30 то он поймет насколько их опыт жизни и богаче и больше и мы видим что когда наши дети осознают себя свободными и вот в период своего личностного становления вот как бы сознавая себя отличными от нас до начинают противопоставлять себя нам мы и понимаем что да ну вот у них проблема подростковая проблема личностного становления тут ничего не поделаешь и мы не теряя любви к ним говорим им то что есть благо для них хотя они нас и не слушают хотя они отыскать вот и вот и хамят и прочее мы не переставим все равно любить точно так же и бог хотя мы его оставляем и хамим по отношению к нему он не перестает нас любить потому что начало нашего бытия в его творческой воле он не он любит свое творение понимаете чем все потому что мы и несём в себе частицу как говорит преподобный максим исповедник божества также и детей своих когда жизнь не хамят мы отыскать не перестаем любить и даем им советы что есть для них благо вот заповеди божьи это точно такие же советы о том что есть благо для нас но все эти советы они касаются именно любви и посмотрите все первые четыре заповеди да они все относятся именно к любви к богу так сказать не делайся кумир никого изображения да не произноси имени господа бога ты в суе помни о день субботний да но и все остальные шесть заповеди который говорит об отношениях между людьми заповеди любви мы можем любить того кого мы убиваем понимаешь все дело нет мы можем любить того кого мы предаем кому мы изменяем нет не можем мы можем любить того на кого мы клещем можем любить того кому мы завидуем можем любить мы того а у кого мы крадем нет понимаете чем речь да Поэтому эти заповеди, они таковы не потому, что такой произвол Божий, но потому, что Бог есть любовь. Бог есть любовь трех личностей. И Он нам указывает на пределы любви, и о которой есть пределы пребывания в Боге. Если мы выходим за эти пределы, то мы выходим за пределы Бога. Мы скажем, а где же мы выходим? Дух – это реальность. И если мы в духе своем выходим за пределы Бога, то мы выходим за пределы Бога и во всем своем существе. Вот возлюбленный само по себе духовно-нравственное воспитание и имеет вот эту главную проблему. Если мы отвергаем Бога, мы не имеем никакого фундамента для определения нравственного поведения, для определения того, что есть хорошо и что есть плохо. Все становится относительным. Возникает вопрос, а почему ты говоришь, что это хорошо, а вот это плохо? Понимаете, о чем речь? Как ты можешь, допустим, сказать ребенку, что нехорошо давать в долг под проценты своему товарищу по партии? Он скажет, а почему нехорошо? Простите меня, это же норма жизни. Почему нехорошо-то? Если у тебя есть возможность сослаться на религиозные нормы жизни, ты скажешь заповедь Божью, ты укажешь на необходимость любви и так далее, а любовь, когда должна быть и жертва, и прочее, приведешь какие-то слова из священного писания, а если у тебя нет возможности, утверди свои слова на религиозном опыте, на религиозном откровении, на что ты обопрешься? Тебе скажут, знаешь что, учитель, иди учи кого-то другого, а у нас светское общество, у нас, знаете ли, нет религиозного мракобесия, у нас вообще европейские ценности, и ты не лезь в мою жизнь. А сейчас ведь речь идет еще о чем? О том, что от родителей хотят отнять возможность даже указывать на нормы их нравственного поведения в сексуальной жизни для подростков, понимаете? У которых нет вообще никакого понимания самой жизни и какие последствия будут за этим происходить. И прочее, прочее, то безобразие, которое мы видим, именно по той причине, что мы из основания нашей жизни и духовно-нравственного воспитания вынули фундаментальную его основу, это самого Бога. И в силу того, что Бог у нас стал где-то только приложением жизни для отдельных людей, то, соответственно, все остальные стороны нашей жизни стали приходить в состояние хаоса. И в состоянии, которое у многих вызывает не просто удивление, а и, в общем, глубокое разочарование. Потому что нет основы, основы бытия и основы отношений между людьми. Мы не понимаем, что от людей ожидать. Одни могут, так сказать, вести себя абсолютно хищнически по отношению к другим. И мы говорим, а почему вы так поступаете, а почему вы должны поступать иначе? У нас же в основе источников нравственности является эволюцией природы. Вы видите, как хищники, которые находятся вверху пищевой цепочки, поступают с теми, которые находятся внизу. Вот вы находитесь внизу пищевой цепочки, а мы наверху. Понятно, на чем речь? И вы ничего не скажете. Вот, пожалуй, что и все, что я хотел сказать сегодня на тему вот этой проблемы. Мировоззренческой неопределенности как проблемы духовно-нравственного воспитания Диана Андреевна. Может, какие-то вопросы у вас? У меня был единственный вопрос. Я думаю, что все мы сталкиваемся с ним, может быть, даже ежедневно, в повседневности довольно часто. Если мы видим, что человек не соблюдает заповеди, но при этом говорит о том, что он православный, нам стоит ли делать какое-то замечание или проводить с ним какие-либо беседы? Или здесь предоставить ему эту так называемую свободу, и каждый ответственен за свое поведение сам? Но здесь же, в общем, ответ находится в Священном Писании. «Господь говорит, что ты указываешь брату на сучок в его глазу, когда у тебя у самого бревно? Вынь вначале бревно из своего глаза, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Большинство людей, и, кстати, особенно представители самого прекрасной половины человечества, они слушают не столько, что им говорят, сколько слушают, как к ним относятся. И поэтому, когда ты делаешь какое-то замечание человеку, он смотрит не на содержание замечания, а на то, что к нему негативно относится. Понимаете? Поэтому это очень большое искусство указать другому на его заблуждение и неправильное поведение. Общим правилом здесь должно быть, прежде всего, собственное высоконравственное и духовное состояние, которое выражается в пребывании в пределах заповеди блаженства. А заповеди блаженства, новозаветные заповеди, первые из них – блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. То есть человек, прежде всего, должен быть очень смиренным. И прежде чем делать замечание другому, он должен сам указать на то, что и он сам человек, и многое согрешает, и многое заблуждается. Но если ты не обидишься, позволят тебе указать на то, что у тебя есть вот здесь такое заблуждение. И я ни в коем случае не хочу сказать, что ты плох или что я лучше тебя, но это не соответствует немножко евангельским нормам и так далее. Здесь это очень большое искусство человеку помочь и его не оттолкнуть и не обидеть. И это искусство именно смирение. Понятно, да? Да, возьмем на заметку. Спасибо большое за беседу. Как всегда, яркие примеры, которые помогают несколько упростить наши довольно-таки сложные темы. Насколько я знаю, тема следующей нашей беседы – феминизм о женском и постарственном образе бытия. Я специально объявляю это заранее. Вдруг у наших зрителей будут вопросы. Пожалуйста, присылайте, либо комментируйте. Обязательно постараемся осветить и поговорить, и затронуть так или иначе темы, которые волнуют вас. Спасибо, благодарим вас еще раз, отец Игорь. Берегите себя. До свидания. С постой приятного вас. А и уже встретимся после Пасхи, получается. Я не помню. В середине апреля. Да, но где-то в 20-х числах апреля. Спасибо. До свидания. Схрани вас Господь. До свидания. До свидания. До свидания.